О ремонтных работах на проезжей части организации должны обязательно предупреждать ГИБДД. Однако нередко о разрытиях инспекторы узнают от жильцов или в ходе инспекционных поездок по городу. Как, например, в случае с ремонтом на улице Мичурина. Дорога здесь полностью перекрыта, ограждений и предупреждающих знаков о снижении скорости нет. Ночью яму и вовсе увидеть невозможно. Опасно разрытие и для пешеходов здесь уже были несчастные случаи. Выкопали трубу, после этого куда-то исчезли, потом опять появились, потом крам появился. И вот такая ситуация. Уже пару людей падало в эту канаву ночью, потому что ее не видно. И никого нет. Сегодня понедельник, рабочий день никого. В пятницу никого, в четверг никого. На разрытии в районе пересечения улиц Мичурина 2 и Скворцова-Степаново также утром буднего дня никаких работ не велось. Нет знака ограничения скорости, который заранее предупреждал бы водителей о приближении к опасному участку дороги. На улице Жареса разрытия появляются каждый год. Еще неделю назад жителям приходилось ходить по окопам через глубокие ямы с кипятком. При этом проводя ремонт, организация нарушила чуть ли не все возможные правила. Сейчас по этому разрытию заведено административное дело. Было выявлено несколько нарушений в рамках разрытия. Это недостаток дорожных знаков, недостаток ограждения, освещения данного разрытия, что как раз является административным правонарушением. Уже после окончания работ участок оставили практически так, как есть, только землей засыпали. Причем засыпали в том числе дренажную канаву. Две недели они тут работали, мы как раз пилот вызывали, когда нам водопровод здесь прорвали. 16 числа в пятницу здесь все закончили, теплосети зарыли, уехали. Все. Пока больше никого ничего не было, канаву, естественно, не прорыли, как она была. Подобных разрытий в нашем городе много. С началом отопительного сезона трубы то и дело прорывает. Ремонтировать их надо, с этим никто не спорит. Но несоблюдение правил безопасности чревато несчастными случаями и авариями. И такие примеры в городе уже есть. По всем фактам выявленных нарушений в отношении юридических лиц, осуществляющих данные виды работ, проводятся административные расследования, по результатам которых виновные лица будут включены к административной ответственности. За отсутствие ограждения, дорожных знаков и освещение разрытия юридическим лицам грозит штраф в 300 тысяч рублей. Светлана Маркина, Илья Чечен, РЕНТОВА ПИЛОТ.